всем привет привет рада вас видеть на своем канале сегодня мы посмотрим с вами расклад который я назвала не пользуюсь ли не пользуетесь ли вы своей силой во вред кому-то позиции вы видите перед собой такое ссоре работать будем на колоде террала поставлю в уголочек и мы с вами приступим сразу без ранней длини и так отодвигаем это позиция номер один отсюда мы сразу я положу сверху чтобы видно был голубенький камешек так единички смотрим пользуетесь ли вы своей силой во вред кому-то королева кубков смотрите человек который по своей натуре достаточно интуитивный может ли он пользоваться своей силой во вред кому-то я бы сказала здесь немножечко сомневаюсь это да или нет почему потому что является не знаю насколько является ли манипуляция вредом то здесь манипуляция она такая достаточно мягкая то есть это может быть то я не знаю манипуляция чувствами манипуляция эмоциями да то есть уметь вызывать человека на сопереживание на жалость либо тонкое умение чувствовать эмоциональный фон другого человека использовать его себе во благо то есть особенно это вот очень ярко допустим будет выраженного взаимоотношениях когда вы можете получать то что вы хотите используя христианская какие-то такие женские фишки да то есть где-то может быть на супе носик газета сделать вид что обиделась где-то может быть даже и наступить на больное место на другого человека вызывая у него жалость то есть вот такой формат да может быть является ли это причиняет ли это кому-то вред или нет ну вот здесь скорее всего чисто сугубо индивидуально давайте так скажу почему потому что ну кому-то это может нравиться кому-то я имею ввиду из других людей до с которым вы взаимодействуете то есть кто-то может это воспринимать как женскую мудрость и тогда говорить что окей тогда сила идет во благо кто-то может говорить что это вот какие-то форматы легкой манипуляции влияния на другого человека да то есть создавать опять же таки такое некое гипнотическое состояние которое так или иначе имеет влияние на другого человека да вот ну давайте мы посмотрим да все равно здесь влияние есть так или иначе каким образом вот вы влиять я рассказала но вот посмотрим каким образом влияете на человека с одной стороны хочется сказать через расширение его сознания да то есть возможно поскольку здесь все таки выпадает королева кубков возможно вы расширяете именно эмоциональный фон другого человека с другой стороны королева кубков это все равно олицетворение любви и здесь вот возможно вы как-то опять же таки я такой человек который не старается оценивать что-то в плюс или в минус то есть мне это не совсем близко но расклад же не про меня поэтому здесь идет влияние любовью в хорошую ли эту сторону в плохую здесь говорить мы об этом не будем да но здесь вот именно через какой-то такое заботу но забота она именно не в материальном плане выражается на каких-то поступках каких-то действиях а здесь скорее всего влияние идет через любовь через умение создавать доверительные отношения через умение расслаблять через умение располагать другого человека вот когда вот то что я сказала да здесь про гипнотическое состояние но у меня присутствует когда человек находится в таком затуманенном неком состоянии когда его бдительность хочется сказать немножко притуплена да то есть ум он не такой активный вы можете передавать необходимую информацию другому человеку и тем самым расширять его границы либо здесь может быть влияние через ну вот каким-то образом то здесь с религиозным до каким-то моментом тоже может присутствовать то есть передавать какие-то знания менять его мировосприятие в сторону единения как раз таки в сторону объяснения того возможно как устроен мир через единство то есть не просто объяснение законов как если бы это выпал аркан справедливости а именно через объединение через показания того что вот любовь это то чувство то состояние которое действительно объединяет людей то есть если вы что-то хотите здесь чего-то хотите добиться дату вы это будете делать с любовью здесь очень много энергии любви вот если бы это было в контексте майки мы рассматривать дату я послал здесь человеку прямо у него есть склонность к любовной магии на направленность в эту сторону именно на объединение людей не то чтобы там снять какие-то привороты все такое нет а наоборот как-то вот каким-то образом на объединение но здесь речь идет о вашем влиянии отвечая на вопрос каким образом да вы влияете через аркан мира через то что расширяются границы и происходит некое такое я не знаю слияние объединение особенно это будет ярко выражено в том случае когда вы вот чувствуете какое-то единение с человеком да и то есть это может быть ваш партнер либо это соратник либо это единомышленник вот тогда когда есть вот эта вот близость есть ощущение единства да как в маугле мы с тобой одной крови ты и я да то есть внешне мы можем отличаться но внутри душа наша едино то есть вот давать какие-то такие посылы такие сигналы другому человеку которые то есть не напрямую косвенно да будут изменять его сознание также через свою любовь ваша сила она идет в поддержку то есть помимо мотивации здесь не мотивация по жезлом и гаги давай побежали я в тебя верю ты сильный ты можешь нет а здесь вот именно как-то своей любовью и добрыми теплыми словами возможно умением создавать какие-то воспоминания в голове другого человека что я имею ввиду да когда допустим у человека есть абсолютно все и он ну способен сам себе обеспечит местное жилье еду все 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 что он возможно купить да он мог может себе это позволить возникает вопрос а что допустим дарить такому человеку вот такому человеку да не хватает воспоминаний очень ярких воспоминаний вот у вас есть вот это вот способность оставлять после себя вот этот отпечаток то есть умение дарить воспоминания возможно это не обязательно какая-то романтическая встреча а это может быть то ли это какой-то предмет может быть который каким-то образом знаете как как женщина не назначай оставила тебе свою фотографию да и ушла и этот глаз он все время падает на эту фотографию и ну как-то автоматизмом автоматом ассоциации делают отсылку именно к вам да как личности вот дождик у меня гром и молния обожаю такую погоду так вот таким образом да либо мотивация добрым словом для того чтобы человек смог сделать следующий шаг здесь идет некое такое заземление человека не не воодушевление как знаете крылья и человек полетел не здесь у меня наоборот идет такое чувство что вот вы как как вода которая обогащает поливает землю и в дальнейшем земля начинает свести да то есть прорастают какие-то растения травы вот и все цветет вот как на лугу то есть здесь что-то такое ваша задача любить и чаще всего это любовь велика вероятность что она будет безответной почему я говорю велика вероятность потому что люди которые действительно умеют любить скорее всего их знаете они как светлячки их задача не привязываться какому-то человеку а у них есть вот это вот внутренняя необходимость изливать свое вот это вот любовь как фонтан на другого человека и здесь важен не результат скорее всего а сам процесс да безусловно приятно когда есть взаимность никто это не не исключает но вот большинстве своем случаев если вы понаблюдаете за собой то вот когда именно вы любите вы наполняетесь таким прекрасным состоянием что вам хочется как можно дольше в нем пребывать и второй вопрос это то что мы привязываем вот это состояние к человеку и нам кажется что вот этот человек нам это дарит на самом деле это он является просто неким таким триггером до который открывает крантик этой любви и она начинает течь то есть здесь силу вы используется в общем таким таким образом что с этим делать с этим влиянием что с этим делать но ответьте все кубки вышли все кубки рыцарь копков глоток воды что с этим делать не нести нести дальше это влияние в массы на то есть дальше двигаться почему потому что рыцарь кубков он скорее всего здесь говорит не о физическом влечении а он говорит о душевной близости это очень важно то есть когда это те вечера знаете с с людьми вокруг костра когда-то начинаешь открываться и а как взамен да или как это правильное слово не могу подобрать да человек открывается также да то есть открывает себе свою душу и наутро ты уже просыпаешься и ты понимаешь что уже такого второго момента не будет то есть была какая-то вот такая связь какая-то близость на любовь даже не платоническая это любовь какая-то вот душевная и рыцарь кубков нам здесь как раз таки про это говорит это тот человек который любит разговоры возможно о любви возможно какие-то такие душевные близкие те моменты когда человек прикасается к вашей душе то есть данном случае что вам это что что вам нужно сделать да с этим это продолжает приближаться либо сближаться с людьми и вот прикасаться к их душе возможно здесь в этом есть как какая-то ваша миссия если так можно было бы сказать но она не идет в контексте профессии ни в коем случае да она может присутствовать но здесь скорее всего как образ жизни да как человека который вот ко всему к чему прикасается да он и изливает вот этот свет любви и у меня идет такой образ знаете цветка который засох и бывают такие люди что не знаю принесешь им какое-то вот такое больное растение и от него каким-то образом воскрешает он становится снова цветущим и снова здоровым либо есть такие люди как обычно говорят да засунет палку в землю и она начинает свести а а ты вроде бы по всем правилам и канонам начинаешь сажать у тебя ничего не взращивается то есть вот здесь вот вариант первого человека который к чему бы не прикасался это будет это будет свести свести это будет как-то вот плодородить почему здесь человек мне идет такое что он не многословный здесь не всегда акцент идет на слова здесь акцент скорее всего больше идет на состояние но вот знаете это еще как можно проверить на на практике когда к вам приходят дети и у них вот как-то знаете особенно мама могут говорить что ты знаешь я не могу уложить своего ребенка он прям качай качаю не спит а вот вашем доме вот такая вот прям атмосфера что ли я не знаю наполненная вот этим состоянием что только приходит ребенок поигрался все он вырубился без каких-либо укачиваний да то есть приходят на дети они хотят спать у вас либо приходит человек такой достаточно стрессовое состояние напряженной и через какое-то время знаете вот он расслабляется ему в сон не то что он у вас спит если он гости у вас не живет но вот ему в вашем пространстве прям очень комфорта и вот это вот почему я говорю про сон потому что мы не можем спать где попало и с кем попало не потому что это там нормы какие-то до морали правильно ли не неправильно а потому что человек спит только тогда когда он чувствует себя в безопасности то есть если вы находитесь в лесу как бы вы не хотели заснуть вы все равно будете спать так достаточно поверхностно потому что есть вот этот страх до инстинкт самосохранения что вдруг что-то произойдет я должна быть начеку поэтому спать мы можем только в тех местах где мы ощущаем безопасность а там где есть безопасность там есть и вот это вот и чувство доверия и вот ваш ваш ваша сила она связана каким-то образом с гипнозом я уже про это говорила и да если вы используете слова не знаю может быть речь у вас такая достаточно мягкая убаюкивающая да а либо вы знаете не напрямую а косвенно потому что мало кто осознает допустим что вот мы что-то делаем осознанно да как то это вроде бы случается потом мы смотрим как-то на результат и не можем понять объяснить как у нас это получилось на и нам кажется что вот это вот как будто бы врожденное вот здесь вот врожденное то что связано с гипнозом а либо знаете наше оптованием каким-то то есть вот я не знаю говорите и вот как будто бы вы шепчете на природу да либо разговариваете как-то с природой либо шепчете на природу что такое идет какие-то шепотки и и это как будто бы случается я не знаю что это но вот так вышло такое у меня 1 а первая позиция такой голубой камешек интересно недавно прочитала комментарий вообще на немножко отклонюсь скажу что в начале сказать ну вот сейчас просто вспомнила появляется на канале очень много новых людей как я это понимаю во первых я вижу ники новые на новые имена подписчиков поскольку я вы знаете я отвечаю я читаю я помню кто и что пишет истории и так далее я понимаю что это новые люди а еще это понятно как раз таки по комментариям и комментарий который мне вспомнился от одной женщине которая говорила так что и лени а а как так можно по одной карте говорить вот вот где вы это все увидели чтобы это было не просто слова чтобы это вот было еще и в точку то есть ну вроде смотришь да на королеву кубков ну где вы вот это вот все увидели вот я помню я ей ответил о том что как я поняла что она новая подписчица да что люди которые со мной давно они знают что я не читаю только карты а я еще считываю и информацию из пространство с информационного поля интуитивно вот поэтому так вот забавно получилось у меня этот комментарий обрадовал ладно позиция номер два красненький камешек видно видно двоечки смотрим вас пользуетесь ли вы своей силой во вред кому-то аркан солнца может ли аркан солнца нести вред может ли аркан солнца нести вред безусловно оборотная сторона солнце да это луна и здесь может проходить он на ее аспект как эгоизм но мне здесь сейчас не идет такое а мне наоборот идет тот момент что в негативе вы не можете знаете здесь негатив как может быть солнце но иногда согревает а иногда обжигает то есть вот в негативе ваши силы может быть в том что вы не умеете ее давать дозированного не умеете ее ей пользоваться дозированно то есть вас всегда бывает много и это иногда да вот своими лучами солнца вы можете обжигать до человека может быть здесь еще как наивность знаете что-то скажете другому человеку это может причинить ему какую-то боль да как некий такой солнечный ожог но вы это делаете неосознанно то есть скорее всего в силу своей какой-то наивности и если бы в этот вопрос задали сами себе то вы бы на него спокойно ответили то есть вы не видите в нем какого-то такого подвоха либо ту причину чтобы человек как-то не знаю обижался либо сказал что вот мне больно да чтобы вы вызвали какой-то вот болевой эффект вот но в принципе здесь какой-то болевой эффект он он может быть призем прежде чем пойдем дальше я хочу посмотреть что у вас здесь за сила вот аркан шатай говорит ваша сила в глупости которая является мудростью да то есть это две стороны одной медали все зависит от того каким какой стороной эта медаль упадет на орлом либо решкой кстати вот в аркане солнце тоже присутствует детская энергия значит в чем ваша сила ваша сила а именно в какой-то знаете открытости и наивности то есть умением смотреть на мир открытыми глазами и вот независимо от того сколько вам лет помимо того что вы можете выглядеть молода но не моложава потому что я не понимаю смысла этого слова моложава да молода человек почему в душе вот именно молодой и как это понимается молодой не не внешне не было не бегать не биологически не налицо а это знаете это можете что-то такое сказать и как что-то ляпнуть да и потом сами удивляетесь потому что кажется может быть не к силу не городу вот если бы вы это сказали например какому-то ребенку он бы как-то вот посмеялся дать вот нашел бы вашу шутку какую-то какой-то заманчивый вот люди более старшего я не знаю поколения либо вот как-то ну все серьезные до серьезные обычно люди это те которые долго прожили и вот они обвешивают себя всевозможными установками ярлыками убеждениями вот то есть как говорится самые большие ошибки создавались серьезным лицом да то есть делались серьезным лицом вот здесь вот как раз таки вот это это сила детская то есть умение смотреть на мир открытыми глазами как человек который достаточно любознательный то есть вы за это получаете очень много осуждений потому что от людей слышится что вот в твоем возрасте и дальше там по списку очень часто вы с этим сталкиваетесь когда вас не понимают когда не понимают как можно быть на позитиве то есть ваша сила она опять же таки вот этой глупости но вот в этой глупости есть мудрость мудрость жизни понимание того что вот вы идете по жизни интуитивно здесь нет осознанности здесь есть интуиция очень хорошо выраженная интуиция но это интуиция она как раз кима показывает так как в кавычках правильно нужно жить почему в кавычках потому что мы нету правильного неправильного да есть жизнь а вот у вас эта жизнь она правильная потому что вы понимаете как вот как двигаться и причем здесь не столько вам важен результат сколько вообще важен путь вы тот человек который может в последнее время изменить какую-то встречу просто потому что но вы так посчитали что это будет правильно да вы не всегда это можете объяснить но вот такая такое знаете непостоянство человека который вообще не понимает почему многие люди вот как-то сцепляются за какое-то постоянство за какую-то стабильность потому что жизнь не является какой-то конкретные константы до какой-то конкретной величиной да это все вот настолько изменчиво это настолько пластичное вы вот интуитивно это понимаете поэтому ваша сила она как раз таки в позитиве ваша сила она в любопытстве в любознательности то есть вам все всегда бывает интересно второй вопрос что вы быстро перегораете но это уже не столь важно почему потому что вот вам важно наполниться да вот это вот ощущение легкости что а мне это интересно мне и другое интересно но опять же таки не для того чтобы быть потом серьезным могут кому-то мудрым как как в каком-то аспекте а просто вот это вот сама энергия она вас подпитывает это является вашим генератором поэтому ваша сила она как раз таки в некой такой непредсказуемости ваша сила в позитивных мыслях ваша сила в движении именно вот в сторону жизни да то есть ваша сила непосредственно в самой жизни если так можно было бы сказать нас первый вопрос был да вот по солнцу пользуетесь ли вы своей силой во вред но вот я уже сказала да иногда вас бывает очень много и по и в чем проблема здесь того что у вас бывает много в том что это настолько меняет то что ваше взаимодействие другим человеком настолько его меняет что вот для того чтобы с вами общаться надо вникнуть вот вашу философию жизни а она настолько кардинально отличается от философии большинства людей то есть как я сказала здесь уже акцент идет на позитив большинство людей любят страдать любит как-то ныть говорить о трудностях невзгодах ну то есть ясное дело что это является частью нашей жизни но делать акцент на этом и увеличивать и масштабировать это ну вот это на мой взгляд чисто субъективно это чистым но бессмысленно и поэтому когда вы встречаетесь с такими людьми а вы встречаетесь очень часто с такими людьми потому что вот ваша задача как раз таки повлиять на не то чтобы на мышление другого человека а заразить другого человека своим собственным примером вам не нужно ничего говорить здесь потому что шут он не маг маг у нас отвечает за разговорную речь дал за вторую сигнальную систему и маг у нас отвечает за передачу информации шут он отвечает за движение неважно куда неважно зачем неважно в каком направлении знаете как этот мультик не помню как как он назывался просто сейчас пришло в голову не про смешариков а там какой-то главный герой был мыльным пузырем и вот он такой вот этот вот мыльный пузырик капитошка во вот точно вспомнила боже что я вспоминаю какие образы мне иногда приходит то есть если бы я специально села это вспомнить никогда бы не вспомнила не подумала в этом направлении показатель потока вот капитошка вот капитошка это про вас на человек веселый человека наполненный жизнью цветами радуги и вот то что он живет и наслаждается жизнью вот это вот главный смысл его жизни вот эта радость радости и шутки где-то может быть над кем-то подсмеяться но не в контексте знаете иронии либо и хитства а вот но вам это кажется смешно ну вот есть у вас такая черта второй вопрос у вас мало кто понимает ваши шутки да иногда даже если вот вы рассказываете как-то анекдоты вот вам кажется что это смешно и вы часто встречаетесь такими серьезными лицами когда вам люди говорят а на чем здесь смеяться вот ну как на чем да есть же это ну вот в этом является ваша сила для чего да для чего вы пользуетесь да если пользуетесь своей силой но во вред кому-то что мы уже сказали такого нет разве что только восстановится много для чего вы это делаете для того чтобы люди внутри себя восьмерка сосудов кто не знаком это пятая масть в этой колоде этот аркан говорит о слиянии двух энергии то есть о то двойственность которая присутствует да она приходит вот именно к единению для принятия самого себя если чего вы это делаете еще раз повторюсь и скажу что в окружении вас вот именно вашем окружении очень много людей вот таких но грустных пасмурных не буду говорить их ноющими на вот грустные пасмурные там угнетенные жизнью и им не хватает вот этот цвет им не хватает вот этого капитошку и вот ваша задача как раз таки напомнить им поэтому я сказала как раз и причем заразить смехом иногда вы можете стать объектом на смешище это может быть вам неприятно но позитивный момент в этом заключается в том что вы как-то косвенно включили в человеке смех и через смех идет разрядка вот его энергетического поля когда мы смеемся мы по сути обнулируем аннулируем свою энергию поэтому смех он полезен конечно же все в меру и все в норму но вот в принципе то когда особенно атмосфера такая разреженная в негативном ключе да то есть в минусе ее нужно разрядить и перевести дальнейшем в плюс либо вообще как-то нейтрализовать то вот смех а особенно если это смех над собой он очень помогает поэтому вот вы встречаясь с такими людьми вы как будто бы через смех даже если они будут смеяться над вами вы как будто бы помогаете им снять груз вот это своей своей позитивной энергии второй вопрос что вам конечно же после этого будет больно но вы долго не грустите да потому что здесь такая структура психики которая близко к сердцу не не принимает ну а если принимает то вот знаете как-то ну долго вас не держится не знаю вы не тот человек который будете держать долго обиды либо как-то грустить долгое время нет вы вот найдете чем заняться да то есть здесь внимание умеете переключать на что-то другое вот для этого вы используете как разки свою силу что нам с этим делать до что вам делать с вашей силой вот двойка кубков ничего просто любить любить быть в гармонии продолжать взаимодействовать с людьми почему потому что вот здесь аркан суда да в этом есть какое-то ваше призвание опять же такие призвание не в контексте профессии хотя такое тоже может быть да то есть если допустим ваша профессия может быть детстве мечтали работать в цирке и веселить людей либо возможно вы мечтали быть актером либо вы работаете до актером комедийным то есть человеком который умеет распешить возможно вы либо вам нравятся стендапы где монолог одного человека который повествует и тем самым веселит других людей через показ реалии нашей жизни то есть под другим углом вот в этом если это профессиональная сфера есть не профессионально то в принципе все эти качества можете использовать и в своей жизни то есть аркан суда говорит о том что после встречи с вами во-первых вы помогаете людям завершить вот какой-то вот какое-то свое прошлое какой-то этап да то есть после вас идет процесс очищения вот то что я сказала вот смех на вот этим своим смехом вы как-то заряжается другого человека и нехватающие какие-то энергии они компенсируются то есть вот после общения с вами когда вы включаете вот эту силу свое осознанное либо неосознанно человек меняется то есть здесь происходит очищение а вот от чего он очищается может аркан суда и так стихия огня и она является очищающей а чего человек очищается от так это пятерка либо семерка семерка от того чтобы защищаться от того чтобы защищаться от того чтобы вот но все равно любом случае как-то вот воевать на что-то отстаивать как-то выстраивать свои границы вот с вами как будто бы невозможно иметь какие-то границы опять же таки не потому что у вас какая-то задача знаете пересечь границы другого человека то есть когда маленький ребенок есть в доме как бы ты двери не закрывала если он умеет дотянуться до ручки открытия он всегда будет заходить то есть у него нет вот этих фото рамок и правил того что ну прежде чем зайдешь надо постучаться да то есть допустим но нельзя входить в комнату родителей . правило родители все время думают наперед в силу своего возраста до чтобы не дай бог ребенок там ненужный момент не зашел то есть ребенок он переступает границы почему потому что у него нету понимания границ именно поэтому при воспитании детей да мы всегда ставим границы до объясняем правило что можно а что нельзя но при этом нарушая их собственные границы на то есть мы становимся детьми вместо того чтобы транслировать им то как делать не надо вот вот такая вот у меня была вторая позиция но сегодня классный мне кажется силой к нам пришли у вас есть так позиция номер три зелененький камешек смотрим троечки а пользуетесь ли вы свои силы во вред наверное надо было сначала спрашивать какая ваша сила но вот у меня сегодня как-то так все наоборот ладно пользуетесь ли вы своей силой во вред другим тройка мечей опять же таки во вред не во вред не знаю но вы умеете разбивать сердца опять же таки как я говорю да вопрос дуальности иногда необходимо разбить сердце потому что с разбитым сердцем за ним следует рост почему потому что тройка мечей она говорит о том что нужно пройти человеку какой-то вот такой знаете болевой порог то есть дойти до самого дна упасть на это дно достиг до самого дна оттолкнуться и только после этого всплыть то есть до тех пор пока человек вот не дойдет до своего вот этого предела до какого-то болезненного по порога болевого он не будет меняться и здесь велика вероятность что иногда иногда есть необходимость сейчас закрою дверь а то шум и будет иногда есть такая необходимость чтобы разбить кому-то сердце то есть вот это может быть и в плюс и минус все зависит от обстоятельств никогда не бывает ничего такого знаете однозначного так что у вас здесь за сила что вы разбиваете сердца два аркана выпало причем два туза до туз кубков и туз мечей ну вот он видите один аркан это что скрывается в тройке в тройке мечей да то есть сердце как ассоциация любви вот он туз кубков да и мечи вот он туз мечей то есть чем ваша сила ваша сила она находится одновременно и в любви и в слове либо ваших мыслях да то есть здесь как будто бы такой метод кнута и пряника вот это вот ваша сила да то есть вы можете и не то чтобы любить а вот вы ваша сила она как будто бы вскрывает какие-то такие болезненные моменты и эти моменты они могут быть связаны либо я не знаю как-то с одиночеством до одинокие сердца либо это моменты могут быть связаны вот как-то с непониманием недопониманием да когда человек то есть как будто бы к это низкая самооценка то есть ваша сила она направлена возможно здесь и профессиональная какая-то сфера идет если в предыдущих раскладах не было то здесь возможно есть такое когда человек предоставляет какие-то услуги но эти услуги они болезненные но они знаете вот как хирург вскрывает и после этого человек выздоравливает вот это вот какое-то хирургическое в кавычках либо напрямую вмешательство одно имеет здесь место быть в этом есть ваша сила то есть сила в том что вы вскрываете в людях то что вызывает у них болезненные эмоции не позитивные допустим как было вот второй позиции там поддерживаю смеюсь и так далее а как-то достаточно болезненно но хочется сказать знаете что и чистильщики либо падальщики они тоже нужны этого мира то есть кто-то должен делать эту работу это сейчас не вытешение а это сейчас то что все является частью это мира на который достаточно гармоничный так вот ваша сила она как раз таки связано с тем что вы можете во первых докопаться до какой-то правды вы можете очень жестко даже иногда отрезать причем даже тогда когда вы любите то есть когда например если это личные какие-то взаимоотношения очень часто вы можете отрезать как какой-то болезненный орган болезненные отношения но при этом продолжает любить этого человека то есть одно другому не помеха вот ваша сила она как раз к одновременно и в словах которые вы говорите они могут быть знаете иногда слушаешь речь человека да когда вот тут что-то говорит и он вскрывает правду это но мне часто такое пишу да в раскладах о том что вот вроде бы надо на вас или не обидеться в кавычках на вас да потому что то что вы говорите это больно вот это неприятно принимать но с другой стороны это есть правда то есть вот как от нее отказаться то есть вроде бы вызывайте какие-то неприятные моменты состояния хочется плакать потому что что-то вскрыли а с другой стороны ты понимаешь что вот это вскрытие она идет с любовью то есть она не идет не то чтобы наступает кто-то кому-то на мозоль на какой-то болевой мозол чтобы причинить боль нет а здесь вот именно моменты исцеления и вот ваша сила она как раз таки а заключается в этом здесь знаете такой момент мне идет когда человек стоит на обрыве горы и готова совершить суицид и вот как будто бы вас вызывают на помощь чтобы помочь этому человеку и вы подходите к нему берете его за руку он конечно же начинает как-то брыкаться да в контексте того что я сейчас прыгнули так или что такое да а вот а вы как в кино да такой холоднокровный покерфейс человек который говорит ой окей прыгаем на 3 прыгаем и вот это вот ваше непоколебимое выражение да вот это покерфейс и вот какая-то такая ваша позиция заставляет человека задуматься и он и он говорит ну тут и точно сумасшедший не не я не буду прыгать и как-то вот уходит то есть такое какое-то спасение не совсем ординарное то есть допустим вместо того чтобы сказать ну не прыгай как-то вот уговаривать это не про вас в набор скажешь ну кей ты прыгаешь у меня тоже жизни а по давай прыгнем вместе чего слабо вот что-то такое знаете если рисковать рисковать давай чуты здесь какой-то такой блатной жаргон пошел до чего-то здесь понтуешься давай прыгать что-то такое вы это в этом есть ваша сила да и человек пугается что веря вам что вы действительно так можете сделать и ирония судьбы то что вы действительно это можете сделать вот поэтому то есть если бы вы в это не верили не были бы таким убедительным человек бы вам не поверил вот из того что вам поверил вот в этом это не наигранность было это естественно то есть вот он поступает таким образом что отказывается от своего суицида то есть ваша сила она такая она какая-то знаете может показаться странным но есть знаете вот профессия киллера до наебного убийцы что вызывает очень много осуждений и и это понятно это ясно но не всегда есть ну то есть не всегда люди смотрят другую сторону медали которая говорит о том что я не говорю о том что убивает невинных до людей ни в коем случае опять же таки кто решает кто виноват а кто не виноват а есть такие тираны на по жизни которых вот действительно хочется собственными руками придушить и для этого есть вот эти вот опять же таки в контексте чистые щеки да как как каратели и их можно осуждать их можно не понимать но у них своя миссия у них своя роль то есть очищать как-то вот пространство а от от этих нарывов от этих прыщей то есть вот как какая-то такая знаете работа достаточно грязная которая оставляет очень большой отпечаток на вашей душе на вашей личности да здесь именно поэтому есть вот это вот ощущение некой такой холоднокровности вашем лице человек может чувствовать себя что но иногда накатывают такие моменты что блин что я за за демон такой на что вот самому аж страшно становится от самого себя но вы понимаете что вы все делаете правильно и в принципе так она и есть поэтому сила ваша она в слове она в слове и причем это слово по тузу кубков она не с любовью а это слово которое вызывает эти чувства чувства которые после вскрытия произойдет очищение и тогда человек может наполниться действительно настоящей любовью тогда человек поймет что он кому-то нужен так что одиночество одиночество на самом деле это в его душе вот вы умеете это вскрывать вы умеете очень глубоко погружаться в человека но здесь знаете как я не могу сказать что здесь психолог который вот тонко понимает да конструкцию души а здесь скорее всего какой-то житейский опыт человека может быть кто-то из вас там воспитывался в детдоме потому что мне идет вот такое знаете ребенок который с детства должен был научиться выживать у него не было опоры в другом человеке и вот этот вот навык а адаптирования не случайно здесь в третьей позиции всегда дьявол проходит это его характеристика умение выживать в этом мире она дает вам очень богатый опыт и на основе этого опыта вы как раз таки можете разговаривать с людьми и указывать им на их болевые точки потому что вы сами проходили и вы знаете последствия этого опыта и вы знаете как его можно избежать вот потому что у вас есть такой опыт то есть вот в этом ваша сила на самом деле здесь присутствует такая мудрость здесь люди побитые но побитые не те которые знаете вот упали на дно и и остались там нет здесь люди которые много раз падали но чаще всего вставали а если не было возможности встать то они хотя бы ползли дальше то есть здесь люди очень гордые очень сильным духом не показывают да то есть мне показывают здесь людей мирных воинов потому что вот это вот война внутри них она держит как-то вот людей живыми то есть здесь вот эта война она необходима она не является разрушающей да я часто говорю по третьей позиции проходит еще и аркан башни на люди с либо бунтари и вот с такой как активным марсом прям вот очень активным марсом но этот марс он идет как раз таки во благо то есть разрушается то что должно уйти вот это вот шелуха которые люди сами на себя надели в контексте вот всей пройденной жизни а вы как знаете как лук снимаете слой за слоем вот этот ненужную ненужная одежда и ненужные ярлыки и от этого идут слезы на то есть это становится больно но вы очень сильный человек для чего вам дана вот это вот сила шестерка кубков интересный момент шестерка кубков у нас говорит о детстве говорит о воспоминания говорит о есть такое ощущение что вы как будто бы что-то должны напомнить людям что-то должны напомнить людям то что где-то в каком-то моменте они перестали развиваться где-то в каком-то моменте произошло ну вот торможение как-то человек он застопорился человек как-то вы как будто вы знаете показываете обратную сторону развития то есть вы говорите даже не здесь не проговорите я не знаю как вы работаете но здесь даже может быть как то вот наглядно мне почему-то идет очень наглядно то ли не случайно и говорила про тот пример то про прыжок со скалы вам проще сто раз чем сто раз рассказывать один раз как-то показать сделать это вот прям очень доходчиво такое чувство что вот как-то через тело работаете чтобы человек вот все прожил на себе и сразу понял но при этом он будет находиться под вашей заботой и контролем и для чего вы это делаете вот вы как раз таки не показываете человеку важность развития на там эволюции человека что-то хорошее будет вы как раз китай человек который говорит о том что не знаю допустим если вы диетолог так вам приходит человек я хочу сбросить вес вы не будете ему говорит что окей как полезно находиться форме на что весь организм работает так как надо да что лишний вес он вызывает там кучу разных болезней вы не то вы не будете таковать вы скажете по-другому вы скажете окей давай будем есть еще больше да то есть я тебе пропишу диету сколько там ешь на 2000 калорий я сделаю тебе там допустим на 3000 калорий и он такой знаете вот какой-то шок вот первая реакция это шок и именно этот шок он вы вызываете его осознанно для того чтобы человека включились мозги для того чтобы он как-то сам сказал что за фигня смысле я должен есть я хочу от этого избавиться вы будете не не это же хорошо да то есть быть толстым это хорошо ты так защищаешься от внешнего мира и вот вы как будто вы идете это путем от противоположного не вы убеждаете человека да в правильном питании а он уже начинает вас убеждать и говорит да не я не хочу потому что я не могу двигаться я не могу а там спокойно спать заниматься сексом не мешает лишние килограммы тогда то что начинает вас убеждать в том что нужно ему то есть здесь вы используете вот все вот эти вот всю свою силу для того чтобы показать человеку что если он не пойдет вперед то есть вы его не мотивируете наперед а вы ему показываете как раз таки деградацию это как знаете у меня образ такой идет опять-таки здесь в контексте магида как чистильщик он не будет либо как проводник проводник в мир мертвых то есть здесь не будет человек говорить о том что вот надо как-то измениться в лучшую сторону а здесь такое ощущение что человек открывает портал то есть вы открываете портал берете человека за руку и прыгаете в ад не в рай туда куда надо стремиться а в ад и человек видя вот эти вот мучения людей страдания бесконечные как на повторе да как к некая такая зацикленность одного дня одно и то же одно и то же и невозможность выйти из этой вот зацикленности в контексте еще и бесконечности это вот прям настолько впечатляет человека что вернувшись обратно он уже отказывается самостоятельно и это будет его выбор осознанный то есть вы здесь не не влияете никак на человека вы его не уговаривать и поэтому я сказала вот вы как-то показываете на на теле то есть человек это как-то проживает и он это понимает сам без какого-то внешнего влияния и это настолько кардинально то есть ваше влияние вашей силы на человека настолько кардинально что вот то есть здесь идет страх мне идет очень много страха мне идет очень много агрессии то есть вы как-то это показываете как будто вы знаете демонов внутри самого человека и настолько пугается от того чем он наполнен что он сам бежит к этому свету он сам бежит в сторону не знаю развитие эволюции хочет что-то делать хорошие там не знаю становится волонтером начинает служить не потому что кто-то ему сказал либо убедил а вот а как говорится убегая от страха до от своих внутренних демонов вот эти кто чем он наполнен он они его подгоняют к свету вот здесь какая-то такая у вас уникальная сила вообще сегодня поток превосходный вот то что я вижу это настолько впечатляет хорошо что вам делать с этой силой что вам делать с этой силой ну вот и выпал аркан силы что вам делать силой да ничего не нужно делать нужно продолжать продолжать выходить я здесь не выход из зоны комфорта а здесь знаете наверно продолжать делать то что вы делаете потому что то как вы это делаете вот очень ювелирно кто-то другой бы не смог так сделать на десятка пендаклей что вам с этим делать мы такое ощущение что вот на эту силу приходит к вам деньги не знаю каким образом не знаю какая связь но вот есть такое чувство знаете что чем больше вам в жизни некомфортно тем больше либо скорее всего мы мы говорим в контексте других людей да это может и касаться и вас то есть чем больше комфорта вы дискомфорта создаете другим людям на тем богаче становится и жизнь насколько их обогащает а что делать вам с этой силой здесь считаете как будто бы как рекомендация не бояться не бояться этой силы не бояться этой мощи вот этого вот напора потому что здесь как будто бы знаете как как миссия какая-то да то есть если вы будете оценивать свою силу в негативе поэтому я неоднократно говорила здесь о том что это две стороны одной медали если вы будете оценивать свою силу с точки зрения негатива и будете в ней видеть только негатив вы будете страдать по тройке мечей вы сами будете страдать от нее а вам нужно будет ее принять если вы ее не будете принимать вы тоже будете страдать то есть здесь как кажется как будто бы палка двух концах да то есть принимаю страдаю не принимая опять страда но вот на самом деле если вы ее примете да вам не нужно будет страдать вам нужно будет увидеть в этом насколько этот опыт от этой силы он вас обогащает насколько вы меняетесь то есть забрав вас вот эту вот вашу силу которую я говорила вы будете душевно нищими людьми да то есть но вы не будете таким человеком каким вы являетесь то есть вот здесь нужно увидеть вот эту ценность на своей силы посмотреть именно не то что с позитивным до ракурса на ситуацию а увидеть вот что эта сила дает лично вам вот что хорошего насколько вы стали более стабильным насколько вы стали богатым насколько вы научились ценить здесь очень много уроков ценностей вышло разные ценности в том числе конечно же и семьи потому что десятка пентаклей говорит о семье то есть здесь и вы благодаря этой силе научились ценить саму жизнь но не так как бывает вот предыдущий до позициях 2 в первые люди которые радуются жизни нет вы цените жизнь потому что вы знаете что значит терять эту жизнь то есть опять же таки путем как-то вот противоположного то есть не тот человек который нашел смысл именно вот в позитиве в радости и он вот прям пропускает эту жизнь через себя потому что он является то он является ветерком то он является там дождиком вот он от этого радуется да и для него вот такая жизнь а вы наоборот цените жизнь потому что возможно были смерти в том числе клиническая смерть в том числе как на грани смерти то есть вот так хочется сказать много раз теряли либо были на грани своей жизни и вот именно то есть вы близки были к смерти и вот понимая смерть вы начинаете ценить жизнь вот здесь конечно же это философски звучит но вам это будет близко потому что это вот ваши энергии по крайней мере то что было то что я прочувствовала в канале потоки так а это была третья позиция и зелененький камешек всех благодарю прощаюсь с вами до следующего расклада напоминаю что в пятницу в разделе сообщества ссылка на сообщество есть всегда под любым роликом выходит анонс на пятничные акции вот где вы можете узнать как прийти ко мне на какие вопросы я отвечаю то есть вся информация есть а также эта информация дублируется еще и в моем телеграм-канале ссылка на телеграм-канал тоже есть если вы нажмете на ссылочку мои услуги сверху в первом абзаце вы увидите ссылку на мой телеграм-канал можете подписываться он тоже такой просветительный я уже поняла что потому что там скрываю очень много разных тем не только таро вот потому что наша жизнь не только контексте таро да все что связано с самопознанием и все что связано в общем с сознаниями это мне очень близко и этот канал я веду именно для души для себя то есть все что выкладываю это то чем бы я поделилась и делюсь принципе с людьми которые мне близки прощаюсь на этом всем пока пока